Кака хороша! Кака хороша! Водичка-то хороша! Где такая водичка есть? Я честно говоря думал, что в Турцию мы не поедем. Потому что, ну, что здесь уже сороковой раз мы здесь находимся, да? Чего тут нового? Да ничего, нового-то и нет. Вопрос возникает, какой отель мы приехали. Ну, для того, чтобы вы поняли, да? Мы больших денег-то и не заплатили. То есть это было абсолютно недорого. То есть примерно, грубо говоря, на каждого человека, раз, Папасямловна, я, обошлось примерно 20 тысяч рублей. И сильно много. Вот вопрос, как лететь? Вопрос решается вполне легко и просто. Мы сели на машину и приехали в Москву. Приехали в Москву, это было нормально. По дороге еще в Самаре остановились. Вот. И по сути событий, сегодняшние цены вот этого отеля, это 150 тысяч рублей. Вот так мы спокойно отдыхаем. Отличная пятерка. Едим просто много чего. Вкусно-вкусно. Чем мне Турция сейчас напонравилась, да? Я приехал сюда за лекарством для своего кота. К сожалению, мне надо кота сюда своего везти. Это очень сложно. Все остальное, как вы прекрасно понимаете, россияне, это большая часть турецкого бюджета. Естественно. Потому что, если честно, я вам скажу, что 60% россиян приезжают сюда постоянно. Я бы сказал, правильнее бы сделали мы. Ты что делаешь, сын? Стой, я хотел поплавать. Ты плавай, плавай, камеру-то не заливай. Камера-то денег стоит. Знаешь, сколько? Ну да вот, не в том смысле. Событий. То есть, турки то же самое сделали. То есть, сегодняшние цены на турецкие лиры тем самым, что и были всегда. То есть, 17 рублей за турецкую лиру. В смысле? Ну да, примерно так оно и есть. Вот. Все остальное стоит ровно столько же. Цены на бензин, естественно, упали. Но они не упали в долларах, естественно. Как он стоил здесь столько же, грубо говоря, 5 лет назад, так он столько же и стоит. То есть, ценники опустились, и турки рады воспринимать. Вот и все. Когда нам говорят про всякие там шняги, что у детей там возникают проблемы, по сути, проблем это только у нас. Здесь вообще никаких проблем не существует. И вот, ребятки, все эти корреспондентские пункты, НТВшников, РТРовцев, ОРТшников и Четвертого канала, выкиньте вы все это дело, ребятки. Смотрите мой замечательный канал на Ютубе, естественно, или вообще в эфире. И вы поймете, что такое Турция. Насколько она хороша. Она реально хороша. Итак, что такое россиянин? К слову, о том, почему россияне путешествуют. Да потому что холодно. Вот почему. Единственная страна с морозом в средней зоне на протяжении 7 месяцев. Не знаете? Так посмотрите сами. Мало того. Так вот, расскажите мне, где отдыхать должным образом то. Раньше в каждом министерстве были санатории. Сейчас все в разрухе. Либо ценники не детские. Теперь вопрос с ценой. Вот давайте определимся. Как, где и когда дешевле. И откуда летать. Во. Ну, какая же Москва. По сути, есть горячки. Вот только тема отдыха с семьей. И это другое удовольствие, чтобы собрать вместе и полететь. Да еще и ЕГЭ придумали. Хотя, вспомнив молодость былую, болезнь в школе. И это две недели. Первое лечение, второе восстановление. И вы знаете, ну, все это прошли без проблем. То есть, цена вопроса. Ну, в среднем от 75 до 100 тысяч рублей. На семью. То есть, сумма даже в долларах небольшая. Ну, примерно 1400, а может быть дешевле. Это можно набрать. Единственное, надо экономить. Без этого никак. Если вылет из Москвы, то с понтами можно смотаться и в отличную пятерку в Турции. Ну, а без понтов открыто практически все перемещение из нашей ненаглядной столицы. К слову о том, что у нас север. Я-я-я-я. Холодно. Ценники на любые продукты в три, а то и в 10 раз выше, чем там. Ну, то есть, я сейчас говорю, 10 раз-то знаете где? 10 раз-то замечательная Якутия. А там еще Норильск есть. Вот там ценики неплохие. Мягко так скажем. То есть, здесь сносное питание в столовых стоит на целый день от 1500 до 3000 на семью. Там делим на трое. Итак, 500 или 1000 рублей умножив на 10 или на 14, и вот вам питание на семью. То есть, либо 5000, либо 14. Зависит от времени и продолжительности путешествия. Я так понимаю, нормальные родители не хотят видеть детей в алкогольном угаре. То есть, ребят, давайте все-таки, раз летаем вместе, то прекратим бухать. Я вам серьезно говорю, это не есть ваше удовольствие, тем более дети не должны это понимать. То есть, либо двуха в Индии, либо пятерка в Турции, либо треха в Греции, Испании или на Кипре. В онную сумму уложиться легко с вылетом из Москвы. Мы приехали в Турцию. Не виднеется наш отель, конечно. Я ем шашлыки, пиццу, картошку, картошку-фри и всякое другое. Но наш отель другой. Ванная тоже. Возле нашей столовки у нас две столовки. Где-то там она, еще вторая столовка. Другая столовка, еще одна, возле нашего отеля. А возле нашего отеля входят два бассейна. В левой стороне, в правой стороне. И мы пошли купаться в море.